Новорожи Не ворожи печаль, на ворожи любовь, на ворожи, на ворожи судьба. Разделила нас река, вот тебе моя рука, хватит строить замки из песка. А, если вдруг откажешь мне, снова попрошу, на ворожи судьба. В доме Шматова появляется Алина, его якобы погибшая жена. Она устала скрываться ото всех и хочет видеть своих детей, но Шматов угрожает ей. Лукин арестовывает Боба, Ника страшно волнуется. Матвей и Линда узнают результаты экспертизы, теперь они знают, что Алина жива. Митя узнает от врача, что его подкупил Анатолий. Таня и Митя понимают, Анатолий вернулся, чтобы отомстить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Митя! Телефон! У тебя телефон! Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОК Тони звонит несколько месяцев, а тут срочное дело. Вить! Танька, ты чего-нибудь ничего не поняла? Что я должна понять? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Я считаю, что это будет встреча не с Герой, а с Толей Шматовым. Так, дом 49. Девочке 17 лет. А что с ней? Живот, бабушка, ребенок. Живот, ребенок, она беременная. Да, хорошо, ждем. Девушка, быстрее, пожалуйста. О, Господи. Сейчас, потерпи, потерпи. Подыши, подыши глубоко. Сейчас они приедут, успокойся. Все равно они не успеют. Почему они не успеют? Успеют. Ну вот, все. Я сделал все, как ты сказал. Спасибо. Отлично. Я, пожалуй, подготовлюсь к встрече. Пускай будет для него это неожиданностью. Что ты собираешься делать? Ты знаешь, то, что я собираюсь сделать, это тебя не касается. Свою честь работы сегодня ты уже сделал. То есть ты больше не будешь меня преследовать? Преследовать? Фу. Фу. Что это за слова? Преследовать. Ну, а как это называется? Думаешь, все? Нет, Герточка, на самом деле ты еще ничего не сделал. Ну, как не сделал? Ты попросил меня позвонить, я сделал это. Да, сегодня, да. Послушай, насчет тебя у меня очень большие планы. Какие еще планы? И ты будешь делать то, что я тебе скажу. Вот так вот. Понятно? Толя, ну я, ну, я же сделал то, что ты попросил. Так, пустой разговор. Сегодня ты свободен, а завтра решим. Теперь вали отсюда. Спасибо тебе. Давай-давай. Пока. Не зли меня. Давай. Тебе прямо сейчас надо идти. Ну, да? Ну, зачем? Я не понимаю. Ну, ты же знаешь, что Толик у нас человек нетерпеливый. Если что захотел, сразу подавай. Вот мы им подадим ему и посмотрим, как он выкрутится. Ну, как он заставил Геру позвонить тебе, я не знаю. А ты не забывай, что это мой закадычный друг Герка. Гера подлец. Я всегда знала, что он трус. Мит, пожалуйста, не ходи. Я буду переживать. Ну, вот, ну, пожалуйста, подумай обо мне. Я не хочу, чтобы ты ходил. Я тебя не пущу. Таня, Таня, я пойду. Мит, пожалуйста, это может быть опасно. Это может быть ловушка. Неизвестно, что он подстроит на этот раз. Таня, я знаю одно. Это ты мерзавец, покушался на жизнь нашего ребенка. И он должен за это ответить. Пойми? Мит, ну что ты можешь делать с ним один-один? Ну, подумай. Может быть, тебе позвать кого-нибудь? Не ходи один. Сходи. Позвони Славе. Таня, я пойду. Пожалуйста, только не беспокойся. Я должен с ним встретиться. И знаешь, он сам угодит свою желовушку. Не беспокойся. Думаешь, в твоем положении лучше всего звонить отцу? Думаю, да. Волоса хорошие адвокаты. В твоей ситуации не об адвокатах думать надо. Почему? Ну, давай смотреть только на факты. Ты помогал бежать опасному преступнику. Значит, ты уже считаешься соучастником преступления. А в совокупности обвинений, которые будут предъявлены Анатолию Шматову, он получит приличный срок. А соучастники опасных преступников, по нашим законам, тоже получают довольно серьезное наказание. Не тому человеку-то я взялся помогать Боре. Мне кажется, вы меня просто запугиваете. Я просто, в отличие от адвокатов, действительно могу тебе помочь. Интересно, как? Сами говорите, что моя ситуация безнадежная. И один выход только сдать отца и брата. Мне кажется, что вы меня толкаете на предательство. Посмотри, где ты находишься. Боря, тебе светит срок. Почему? Да потому что тех, кого ты называешь своей семьей, толкнули тебя к преступлению. Мне кажется, они тебя уже приняли. Доктор, что с ней? Нам нужна срочная госпитализация. У нас нет оборудования, нам нужно их госпитализировать. Подождите, не уезжайте, я еду вместе с ней. Быстрее собирайтесь, мы выезжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Конечно, ты был уверен, что не Гера, а я собираюсь с тобой встретиться, да? Конечно, был уверен. И шел к тебе навстречу. И что тебе от меня надо? Ты знаешь, я хочу потратить свое время, расставить все точки над им. Еще что хочу тебе сказать. Вот этого момента я ждал очень долго. Очень. И именно из-за меня ты прилетел из теплых стран. Нет, не только из тебя. Но ты мне первый в списке. Ясно. Так, все будет хорошо, моя хорошая. Мы сейчас доедем, врачи помогут, все будет хорошо. Никогда, никогда ничего не будет хорошо. Потерпи, потерпи, врачи помогут, ты поправишься. Я-то поправлюсь, я-то поправлюсь. Да, да, и очень хорошо. Вот хорошо, что у тебя такое настроение, что ты поправишься. Ну, ребёнок, я его больше никогда не буду. Ну, не говори так, ну, с чего ты это взяла, Ника? Я это знаю. Буду все. Мы едем или не едем? Поехали! Давай, поехали быстрее! Что Боря натворил? Да ничего он не натворил. Это его брат. Его брат, между прочим, мой сын. Как ты можешь? Как я могла доверить тебе наших детей? Это и мои дети тоже. Очень жаль. И что ты собираешься делать? Ну, нужно же что-то делать. Ну, как ты собираешься помогать мальчикам? Не суетись. Я много лет справлялся с этим без тебя. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Да, а ты никогда не отчитывался передо мной. И к чему это привело? Алина, иди домой и не лезь не в свое дело. Это и моё дело. А ты, значит, плохо их воспитываешь, если это приводит к таким последствиям. Да ты, ты подумал о будущем мальчика, если уже сейчас он втянут в такие дела. А Толю? Толю ты, похоже, вообще загубил. Не тебе судить, что и как я делаю. Не мне судить. Ты-то, конечно, себя никогда не осудишь. Алина, ты переходишь все границы. Это ты все делаешь только для себя. Тебе наплевать на меня, на детей, на все. Ты никогда ничего не делал для других. Ты о Боре подумал. Я обязательно должна с ним встретиться. Ты понимаешь? Я должна его увидеть. Вот этого никогда не будет. Никогда. Ну, и что ты собираешься делать? Попытаешься убить меня? Нет. Для тебя это было бы слишком просто. И что тогда? Слушай, я бы на твоем месте не был бы так спокоен. А что, я должен быть беспокоен? Ну, а ты ему не можешь подумать, что тебе сейчас вдруг станет плохо. Плохо, как когда-то мне. Неужели? Ага. Или ты забыл, по чьей вине я стал коллегой на всю жизнь? Коллегой. Да. Да. На всю жизнь. Ты не можешь представить, что из-за тебя моя жизнь пошла наперекосяк? Вот что тебя волнует. Ты знаешь, это меня не просто волнует. Это меня угнетает. Даже убивает. Очень сильно убивает. Понятно, значит, главное в твоей жизни это месть, как я понял. Я не знаю, как это называется. Но попробуем поговорить по-другому. Долго вы меня сейчас здесь продержите? У меня дома жена беременна. Пока идет следствие. Я же ведь ничего не совершал, никакого преступления. Не совершал. Только помогал. Что теперь делать? Это ты мне скажи, что теперь делать. Я вам уже все сказал, всю правду. Да, да, да. Всю правду. Мне нужен Анатолий. Когда вы меня отсюда отпустите? Как только мы возьмем твоего брата, ты сразу же окажешься на свободе. При условии, конечно, если я. Ты нам в этом поможешь. Значит, я получил свою свободу в обмен на свободу своего родного брата, да? Выход только один. Я тебе сказал, не вмешивайся, это тебя не касается. Это меня теперь очень касается. Я и так слишком долго прожила одна. Если ты думаешь, что ты так вот просто можешь прийти сюда, качать права, ты ошибаешься. Что бы ты там, понимаешь, я не напридумывал, я не дам тебе этого сделать. Да не погай меня. Мне уже терять нечего. Я тебя больше не боюсь. Ты вообще-то понимаешь, с кем ты разговариваешь, а? Прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. Но меня это уже не волнует. Мне плевать на твои угрозы. Угомонись, Алина, ну угомонись. Мне только еще с тобой проблем не хватает. А я тебе все эти годы проблемы не создавала. Я прошу лишь немного встретиться с моими сыновьями. Это невозможно. Нет, ничего невозможного. Подумай об этом. А если ты захочешь мне в этом помешать, я за себя не ручаюсь. Алина, ну угомонись. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, здесь, милая, здесь. Бабушка, слышишь, скажи ему, что случилось. Найди, скажи ему, что случилось. Конечно, конечно, конечно. Бабушка, мне страшно. Не страшно, не бойся, ничего страшного. Все будет хорошо, тебе помогут. Иди, иди, иди. Доктор, 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 скажите, что с ней? Это опасно? Это выкидыш. О, Господи. И спровоцирован он был, похоже, сильным душевным волнением. Да, ну, сильный душевный. А что с ней будет, доктор? За нее мы будем бороться. Нет, жизни ее ничего не угрожает, но пока больше ничего не скажу. Ой, спасибо, доктор. А тебе не кажется, Толь, что когда-то все это уже было? После чего ты сел в тюрьму, где тебе самое место? А тебе даже тюрьма не поможет. Ух, наворотил ты то ли, иди, наворотил, не отмылся. Ты знаешь, что тебя это не касается. Да еще как касается. А на этот раз ты превзошел самого себя. Ты знаешь, у тебя ничего не было никогда человеческого. и за все эти годы не появилось. Да что же за беспочвенное обвинение? Беспочвенное обвинение? А мне кажется, что такой только человек, как ты, мог убить еще нерожденного ребенка. Я не понимаю, о чем ты. О моем ребенке нерожденном и о моей беременной жене. Да что, у меня сейчас есть все моральное право, чтобы... Беспочка, обвинуть ее на городе. Динамeen персонус, приехав на подпись. Паша, я звоню из больницы, сюда Нику привезли на скорой. Что с ней? Ну говорите же! Ну, плохо Паша, она потеряла ребенка. Что? И врачи говорят, что ее здоровье тоже под угрозой. Я сейчас приеду! Нет, нет, подожди, Паша, ты вот что сделай. Пришел следователь Лукин и забрал Борю в милицию. Ну, ты найди этого следователя, объясни, что произошло, и пусть Боба отпустят, потому что Ника сейчас хочет видеть Боба, хочет, как никогда, слышишь? Хорошо, Тамара Сергеевна, я все сделаю и сразу же приеду! А почему вы следите за мной? Что вы за мной ходите? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лукин. Павел Соболь, отец Ники, жены Бориса Шматова, здравствуйте. Да, что вы хотели? Я прошу вас передать, Борю, что Ника в больнице, у них не будет ребенка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Хорошо, я... я передам. Понимаете, он сейчас очень нужен Нике, ну, просто необходим. Как долго вы его продержите? Есть ли возможность отпустить его? Ну, это зависит от него самого. Послушайте, я не знаю, я не могу вам сказать. До свидания. Что случилось? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И что? Что-то с Никой? Она в больнице, а я ее... Что, 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 что вы молчите? Что случилось с Никой? С ней все хорошо. С ней все хорошо. Так, а с ребенком что? Субтитры сделал DimaTorzok Мамочка, почему такая жизнь дурацкая? Хорошо. Давайте я вам все расскажу. Записывайте, я вам все расскажу. Давай, давай, убей меня. Может, лещ всем станет. Дурак ты, Толик. Толик, жаль мне тебя. Кто ты такой, чтоб жалеть меня? Мама, мама, мама. Так зачем вы за мной следите? Почему вы так решили? Ну я же вижу, вы давно за мной идете. И не просто так. Я же чувствую, что вам от меня нужно? Нет, нет, что вы. Я и не думала за вами следить. Мне просто нужно в эту же сторону. Да не обманывайте меня. Меня и так всю жизнь обманывают. Простите, простите, ради бога. Я не хотела. Я просто заблудилась. Простите. И я заблудилась. Я очень долго плутала. Но, кажется, нашлась. Главное, ты жива. К сожалению. Ну, не надо так переживать. Жизнь, это прекрасно. Врачи сказали, что они, что угроза миновала. Что они сделали все, что могли. Скоро ты поправишься. А главное, у тебя еще будут дети. Будут. Но не с Бубом. Не, 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 не надо делать таких поспешных выводов. Первая беременность, это так бывает. Что бывает, бабушка? Ну, бывает, что первая беременность бывает неудачной. Ты ничего не понимаешь. Да я понимаю, милая. Я все понимаю. Я столько прожила, что понимаю. Привет. Ника, душенька, как ты? Спасибо, никак. Да все равно, да все равно. Она переживает. А врачи говорят, что все хорошо, нормально. И что ты скоро поправишься. И со здоровьем будет все хорошо. Все наладится. Самое главное, тебе спасли. Перестаньте оба. Так, подожди. Паша, ты выполнил мою просьбу? Да, я позвонил следователю. И он обещал, что передастся. Ну, Боря. Да. Боря. Этому Шматову ничего не нужно передавать. Они все прокляты. И проклято все, к чему они прикасаются. Это они убили ребенка. Ой. Внизу. Ты не имеешь права уезжать из города. Здесь расписаться. Это формальность, но я вынужден тебя предупредить, ты должен соблюдать. Я понял, понял, я никуда не денусь. У меня должна быть возможность с тобой связаться. Я же вам дал себе свои контакты. Да. Только я вас спрашиваю, пожалуйста, не звоните домой. Не хочу, чтобы родственники расстраивались. Заня с разным обилом. И сам тоже звони. Так. Значит, мы с тобой договорились, да? При любом контакте, любая информация, ты мне тут же звонишь. Конечно, конечно. Да и вообще, если ничего не происходит, тоже звони, чтобы я тебя не терял. Хорошо? Ладно, я понял. Боря. Соболезную. Соболезную. Подождите, мои родные. Скоро ваша мама встретится с вами. Ну? Ты виделся с ним? Угу, виделся. Представляешь, даже далеко ходить не пришлось. Он ждал меня в подъезде. В общем, все оказалось так, как я и думал. Это Герка звонил по его просьбе, а сам дурак слинял. Вот подлеца. Ну и что, Анатолий? Ты знаешь, Таня, мне кажется, что он не в своем уме. В общем, он действительно приехал отомстить. В общем, он действительно приехал отомстить. Таня, ты просто не отдаешь себе отчет, насколько это опасный человек. Ты вообще меня не слушаешь. Зачем надо было ходить с ним встречаться? Таня, я обещаю тебе, это была наша последняя встреча. Таня, я обещаю тебе. Таня, я обещаю тебе. Люба, что мне делать? Боже мой, что с тобой? На тебя лица нет, весь трясешься. Толик объявился. Это он тебя так напугал, прям смешно даже. Мне, например, вообще не смешно. А что такое наш герой поджал? Поджал хвост только от одного вида страшного злого волка. Хватит издеваться надо мной, а, Люба. Да сядь. Ты же знаешь, что Толик, он ненавидит меня. Слушай, сядь, успокойся, ну что ты мечешься? Ну садись на, что это изменит? Неужели ты не понимаешь, он не отвяжется от меня теперь? Опять втянет меня в какие-нибудь свои дела? Люба, ну, ты же обещала мне, что его отец сделает все, чтобы он меня не трогал. Вот для чего ты явился. Чуть что, лапки кверху. Спасайте меня, спасайте. Значит, я опять все должна разруливать. Ты сам-то в состоянии решать свои проблемы. Тамара Сергеевна, здрасте. Как Ника? Ей лучше? Вашими молитвами ею лучше. Ну зачем вы так, Тамара Сергеевна? Ну вы знаете, я ее люблю. Ну да, я был неправ, я не имел права так рисковать. Да, поздно ты это поняла, Боря, поздно. Я сам себе этого никогда не прощу, но я вам обещаю, этого больше никогда не повторится. Да не верю я тебе, позовет тебе брат Анатолий, и ты побежишь его спасать снова. Нет, Тамара Сергеевна, нет. Ника для меня самая родная семья. Да не доглядел ты свою семью, Боря, не доглядел. Тамара Сергеевна, ну пожалуйста, ну вы поймите, но у нас все будет хорошо, все наладится. Пожалуйста, я должен с ней увидеться и поговорить. Тамара Сергеевна. Подожди. Я не уверена, что захочет ли она тебя увидеть. И не уверена, захочет ли она с тобой разговаривать. Тамара Сергеевна, я должен с ней увидеться. Она меня поймет и простит. Может она тебя и поймет, и простит, но сейчас не время. Ей надо время, подожди. Ей надо время, чтобы как-то пережить это горе. Господи, да неужели вы не понимаете, что это и мое горе? Это ведь и мой ребенок. Да что же вы все сговорились, что ли? Я понимаю. Но она считает тебя виноватым во всей этой истории. Вот и подумай, захочет ли она с тобой разговаривать. Ну что ты? Я понимаю, я понимаю. Да, да, может быть я не должен был помогать Толику. Может быть не должен. Если хотите, знаете, я отказался от этих Шматовых. Да, да. Только надо было раньше об этом думать. Тамара Сергеевна, хоть вы-то меня не казните. Ну, слезами горе не поможет. Ну, пожалуйста, пустите меня к ней. Тихо, 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 тихо. Боря, послушайся моего совета. Ты вот эти цветы и этот гостиниц передай Нике. Нам будет знать, что ты рядом. Это уж она решит, встречаться ей с тобой или не встречаться. А мы здесь подождем. Я думаю, так лучше. Спасибо, Машдорский. Передай медсестре, она все отнесет в палату. Привет. Здравствуй. Хорошо, что ты пришел. Ну, как договорились, как только к этой информации, сразу выходим на связь. Да я не только про информацию, просто рада тебя видеть. Да, это единственный человек, с которым я могу поделиться. Приятно слышать. Ну, хорошо, ты нашла ее? Да, я нашла Алину Шматову, я даже с ней разговаривала. Отлично. Это очень хорошо. Что это? Это кого? Это ваш муж передал. Красивый, правда? Несите их отсюда. Пожалуйста. Не ходите, как хотите. Впрочем, я... Мама сейчас не сидит рядом с тобой, я не знаю. Где-то уже валяться. Люба. Валяться. Лежать. Израненный весь лежал бы такой. Раненый, истекающий кровью. А люди выходили бы мимо. Ну, зачем? Зачем ты так говоришь в этом весне? Он уже угрожал мне. Он вынудил меня помогать ему. Помогать? Ты же уже настолько его боишься, что он вынудил тебя помогать, и ты будешь это делать? Люба, я не знаю, что с ним делать. Ты понимаешь? Я не знаю, как с ним вести себя. У него столько связей, столько знакомых. Вообще, я не знаю, что от него ожидать. Он может выкинуть какой-нибудь финт. Да перестань ты причитать. Почитать, Гера. Веди себя, как мужчина. Мужчина. Почему здесь? Мужчина, не мужчина. Я жить хочу. Неужели ты не понимаешь, Люба? Он от меня просто так не отстанет. Герочка, ты, конечно, милый мальчик. Но я что-то от тебя подустала. Не люблю трусов. Так, значит, Гера и Анатолий снова вместе. Угу. И теперь они будут снова портить нам жизнь. Угу. А что ты угокаешь? Ты понимаешь, что Гера всегда был у Толика на побегушках? Ты отдаешь себе отчет, что он снова будет исполнять любой его приказ? Плясать под его дудку? Из страха за свою шкуру? Уж не знаю, чем. Анатолий его так в страхе держит. Нам надо его бояться. Таня, что нам бояться? Ну, подумаешь, ну, Шматов и Гера снова вместе. Да, по-моему, они только того и хотят, чтобы мы боялись. А я и боюсь. Я чувствую угрозу. Я чувствую, что надо что-то делать. А ты еще, между прочим, пытался подружиться с Герой. Да. Ну, с Геркой я прокололся. Таня, ну, мне так хотелось поверить ему. Ну, пойми. Ой, на все, Боря, воля Божья. Потом я тебе скажу, что не может один человек во всем быть виноват. Нет, Тамара Сергеевна. В этот раз во всем виноват только я. Какой же я дуржака. Надо было слушать Нику. Она же говорила, не ввязывайся ты в эти дела. Я, вместо того, чтобы заниматься своей семьей, я прикрывал брата и отца. Не заметил, как потерял свою семью. Ну, не надо так говорить. Не надо. Первый опыт у многих семей бывает неудачный. Но потом это ведь очень серьезно, заводить детей. Родить и вырастить малыша. Это все серьезно. Вы, молодые, это не чувствуете. Если бы я не стал помогать Толику, меня бы не забрали. Если бы меня не забрали, ничего бы этого не случилось. Ну? Алло, да. Боря, надо встретиться, ты мне очень нужен. Да, Толь. Мне с тобой обязательно нужно встретиться. И мне есть, что тебе сказать. Давай встретимся у отца. Что ты решила? Что будешь делать теперь, когда нашла ее? Хочу, хочу, чтобы она рассказала мне все, что с ней случилось. Угу. Ну, а дальше? А дальше посмотрим. Хочу послушать, что она скажет. Угу. Не знаю, может, придется еще раз встретиться со Шматовым. Не знаю, посмотрим. Ну, а ты? Люба, ну, ну, погоди, ну, не отмахивайся от меня, Люба. Ну, ты мне нужна сейчас, как никогда, Люба. Ну, помоги мне, пожалуйста, Люба. Да, я вижу, Герочка, ты стал слишком чувствительным. А это сейчас не очень уместно. Вместо того, чтобы рыдать на моем плече, нужно как-то решать проблему. Да я не могу без тебя решить эту проблему, понимаешь, Люба? Без тебя я труп, Люба, ну, помоги мне, Люба. Ну, я, конечно, все понимаю, но... Ну, что но? Какие могут быть но? Короче. Выпутывайся, милый, сам. Ну, а что у меня? У меня пока ряд вопросов, все без ответов. Например? Ну, например, смотри. Если Алина Шматова живакой, мы с тобой выяснили, да? Угу. И если он действительно ее скрывает, заставляет жить под чужой фамилией, то зачем? Какую он цель преследует этим? Надеюсь, она раскроет нам все свои тайны. Один только вопрос, захочет ли она со мной разговаривать. В любом случае, нужно попробовать. Нужно попробовать, а ну, всегда можно это припугнуть. Что ты так говоришь? А что? Да нет, это что, ни в коем случае. Человек и так много лет прожил в страхе. У нее глаза, знаешь, такие потерянные, что ли. Нет, нет, она знаешь, что сказала? Угу. Она сказала, и вот теперь я нашлась. Да? Угу. Ты считаешь, она действительно готова измениться? Я думаю, да, она готова изменить многое. Понятно. Ты знаешь, она смотрела на меня с таким страхом и любопытством. Может, она меня узнала? Да нет, нет, нет. Думаешь, не могла меня узнать? Вряд ли. Ты была тогда совсем маленькой девочкой. Вряд ли. Это, слушай, это хорошая мысль. Смотри, если ты при помощи каких-то деталей смогла бы напомнить о себе, да? Угу. Возможно, она тебе рассказала обо всем, да? Да, слушай, отличная идея. И потом мне надо, чтобы она рассказала не просто про себя, она многое мне откроет про мою жизнь, про моего отца. Смотри, ты должна подумать, какие именно это будут детали. Угу. Продумай хорошо. Ладно, я пойду. По дороге соберусь с мыслами. Позвони. Да, позвоню. Продолжение следует... Продолжение следует...